В России много видео сняты китайской боевой бронетехники, и по всей территории России делают такие съемки. Администрация Байдена изучает возможность введения нового экспортного контроля, который ограничил бы доступ Китая к некоторым из самых мощных новых компьютерных технологий. О чем идет речь? Речь идет о том, что американцы испугались, что Китай подошел вплотную к искусственному интеллекту, к созданию искусственного интеллекта, и подошел вплотную к созданию квантовых систем, в том числе и систем связи. И тогда все. Тогда Америки кердык. Америки и так кердык, потому что они прошли опять Китай. Но если Китай создаст еще искусственный интеллект, что такое искусственный интеллект? Помните, еще в 16-м году, нет, в 17-м, в мае, на Эхо Москвы, я тогда сказал, что искусственный интеллект, это будет 99-98% капитализации всех мировых богатств. Вот взять все мировые богатства, они будут там 1-2%, а искусственный интеллект будет 98-99%, потому что он будет сам ставить задачи, сам будет их решать, сам будет делать все. Ну, в общем, и Хец, и Жнец, и Надуде, и Грец. И поэтому, конечно, тот, кто сможет создать искусственный интеллект, он в конце концов будет рулить миром. Но недолго, потому что в конце концов будет искусственный интеллект рулить миром и рулить тем, кто его создал. Так и будет. Ну, вот, пока, пока такой небольшой промежуток есть, когда можно позабавиться. И поэтому, конечно, Соединенные Штаты очень боятся из Китая создаться искусственный интеллект, то они могут кануть в лето гораздо раньше. Интеллект с табуреткой. Это в России. Искусственный интеллект – это лабуда. Ну, не знаю. И нам говорили про компьютеры. Помните, как министр электронной промышленности Советского Союза в 80-м году сказал, что персональный компьютер – это утопия. Что может быть персональная дача, персональная машина. Не может быть персонального компьютера, ибо компьютер – это несколько комнат вычислительной техники. Ну, как видите, он оказался неправ. Ах, слава, слишком часто смотрел «Терминатор». Да, помните, вы тоже так ржали надо мной, когда вам говорили про дроны и про новые формы войны. Я думаю, путинцы тоже ржали. А теперь им как хвоста накручивают. Вот так. Почему? Потому что они долбоебы. Если, не дай бог, Путин был умным человеком, при таких деньгах, представляете, какая армия была бы в России. Людей было бы с гулькин хрен, зато терминаторов было бы море. Потому что денег было вагон, технологии и инженеры были абсолютно свободны. Их нужно было бы только купить и притащить. И все. И можно было бы создать такую систему. Все, там, и американцы, и китайцы, все бы стояли раком и просто боялись. Просто бы боялись. Потому что тык, и все, и пошло. И вот спрашивают, а не ударит ли Китай этим оружием по России и спасет мир от угрозы. Какая глупость. В случае перестрелки США и России ядерным оружием Китая ударит по Соединенным Штатам. Но я думаю, что может даже от этого воздержаться. Китаю принципиально, чтобы Соединенные Штаты были уничтожены. Это главный конкурент. Весь мир огромен. Соединенные Штаты не такие уж и большие. Поэтому это главный конкурент Китая. Если война начнется ядерной между Россией и Соединенными Штатами, Европой, то Китай может ударить по США, а Северной Кореей по Японии. Это вполне реально. Вполне разумно, так скажем. Но может и никто не ударит. То есть просто обменяются США с Россией, обменяются ядерными ударами. США, конечно, погасит в России. И все будет заражено территорией. Но Китаю, в общем-то, не привыкать. У них своя территория. Не очень здоровая. Поэтому они зайдут и на такую территорию, и какая разница. Главное, чтобы эта перестрелка случилась. Для Китая это очень важно. Но ни в коем случае Китай не будет стрелять по России. В России в настоящий момент эта фигура в руках Сы Цзиньпина. И очень серьезная фигура. Зачем ее уничтожать? Взять и слить, что ли? Уважаемый Вячеслав, если бы говоришь, что Китай не будет захватывать РФ военными действиями, то почему территория РФ китайской военной техники нам в Сибири очень страшна? Почему я говорю, что не будет? Я говорю, что Китай, прежде всего, попробует подписать документы и просто Россию получить так, по халяве. Зачем? Если этого он не сможет сделать, значит, он будет вести боевые действия на территорию России. Представьте, сейчас революция начнется, гражданская война, и Россия начнет рваться, как лоскутный одеял. Зачем китайские войска? Именно для этого есть, чтобы успеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...